Внимание! Редакция Честного Королева разыскивает родственников Пушкарева Андрея Владимировича. Здравствуйте, королевцы! Здравствуйте, земляки! Мы продолжаем с вами существовать в ситуации, когда наша жизнь стоит не очень много, а порой в приоритете ценностей вообще оказывается на последнем месте. Тем более, если этот вопрос связан со сферой недвижимости, квартирного вопроса. Ну, очень такой криминализированной сферы давным-давно. И в своей жизни мне пришлось столкнуться с ситуацией, когда Бирюлева пожилая женщина погибла и, скорее всего, была убита. Она была обнаружена в ванне с горячей водой, а квартира ее оказалась в руках приезжих из Средней Азии, которые незадолго до этого с ней познакомились, и она почему-то странным образом написала на них завещание. Разбираться с этим вопросом серьезно не стали почему-то. Ну, там участкового уволили под нажимом жителей. Но, собственно говоря, так и не было настоящего расследования, и виновные в произошедшем не были наказаны. Подобный же случай, судя по всему, произошел у нас в Королеве год назад, когда в районе Первомайской в частном доме сгорел погиб Андрей Пушкарев, человек, у которого якобы нету родственников, ему тогда было 47 лет. А спустя 9 месяцев погибший человек неожиданно продал свою квартиру по доверенности. Судя по всему, она была продана дважды, два раза подряд. И самое странное, что этот вопрос совершенно не заинтересовал ни МВД, ни прокуратуру, ни Следственный комитет. Все эти органы просто спустили историю на тормозах, а в Следственном комитете и вовсе попытались очень быстро сдать это дело в архив. Помешали этому жители нашего города, которые пытаются разобраться в произошедшем. Честный Королев будет изо всех сил им в этом помогать. А то видео, которое сейчас вы посмотрите, я прошу считать официальным обращением к руководителям МВД Российской Федерации, Следственного комитета и все материалы с запросом СМИ будут им переданы. Королев, в принципе, ничем это не отличается от Москвы. Уже давно он очень близко, рядом и все проблемы московские здесь точно так же видны и они точно так же актуальны. Одна из таких проблем это очень высокие цены на жилье, большой спрос и, соответственно, присутствие разных серых схем, черных риэлторов и вообще преступности в этой сфере. Произошел в октябре прошлого года у нас в городе один случай, к сожалению, он трагический, потому что во время пожара погиб человек. Произошло это на улице Чехова, это у вас там частный сектор. Улица Чехова, дом 7. Ночью загорелся дом, в доме находился человек и он, к сожалению, погиб. Как звали этого человека? Пушкарев Андрей Владимирович. Да, Пушкарев Андрей Владимирович. Ему было, по-моему, 40 с чем-то лет. Ну да, он 72-го года рождения. И это, в общем, дом, который рядом с вами находился? Да, это рядом с нами дом. Непосредственно сгорел его дом, наш дом, еще другой дом, соседний. У третьего дома поврежден был фасад. Как бы в 2 часа ночи случился пожар, хорошо, что все остальные успели выбежать чисто случайно. Просто вот папа нас заметил, дым, и, грубо говоря, нас всех спас, мы смогли выбежать. И все сгорело буквально за 5 минут. То есть вот как спали, в чем вышли, и все, никаких там ни личных вещей, ни документов не успели с собой взять толком. В общем, ничего. Ну, как бы, суть не в этом. Просто когда были пожарные, мы говорили, что, возможно, вот в этом доме, с которого начался пожар, как раз собственным которого являлся Пушкарев, непосредственно мог находиться сам хозяин, потому что незадолго его, ну, не его слышали голос, как бы, там в огороде у него горел свет в окне. Ну, пожарные, как бы, нам ответили, что они искали, никого не нашли. После уже пожара, там, через какое-то время появлялись люди, которые его искали, в частности, там, вот работник, который у него делал ремонт, нам сообщил, что он с ним договорился именно вот на этот день, который вот после пожара, о встрече, чтобы получить оплату за выполненные работы. Вот, приезжал его друг с семьей, который сказал, что не мог там больше недели с ним связаться. Мы сообщали и в пожарный надзор, чтобы они выехали, как-то поискали его, на что нам было отвечено, что пожарные все разобрали, искали и никого там не нашли. Вот на десятый день, уже после наших неоднократных обращений и помощи, там, наших структур, как бы, Королева по знакомым, вышли в пожарные бригады. На десятый день в доме, вот, собственным, которым являлся Андрей Пушкарев, был обнаружен труп неизвестного человека, поврежденный пожаром и гнилосными процессами, то есть, что изначально, как бы, его, ну, там, опознать невозможно. Там они собирали все в мешок, ну, как бы, и вот материалы после этого были переданы уже там в Следственный комитет, наша баба Болшевская ОВД. И после этого, как бы, мы старались контролировать по мере своих возможностей процесс, который, как бы, именно вот и пожарную экспертизу, и вообще, в принципе, что с этим человеком знаем, что у него нет никаких близких родственников. Вот давайте поговорим о том, что у него нет никаких близких родственников. Вот в этом доме на Чехова 7 жила его мама, Галина Пушкарева. Она умерла, тоже не так давно это было. Да, как бы, этот дом с момента определения земли, постройки в 56-м году, принадлежал именно вот семье Пушкаревых, а ранее, как бы, они там, в Тевичестве были, Фумичевы. То есть, вот, со времен, как бы, бабушки именно этого Андрея. То есть, постоянно проживала вот эта семья там. Мать его умерла, и Андрей вступил в наследство незадолго вот до пожара, получается, да, два там, в следующем месяце, в июне он получил наследство, а в сентябре случился пожар. Как бы, мы вот обращались непосредственно и с заявлениями о розыске, о розыске этого человека и в ОВД Бабушкинское, по месту его регистрации прописки, и ОВД Болшева, наша Королевская, по месту пожара непосредственно, где он, ну, якобы, предположительно погиб, значит, получили отказы. Везде, правда, очень разные мотивировки. Значит, ОВД Бабушкинский отказал нам в его розыске, в связи с тем, что труп, обнаруженный при пожаре, опознан как Пушкарев. Причем, до сих пор он не опознан. Сейчас человек как бы и не жив, и не мертв. И не жив, и не мертв, да. То есть, мы писали, что, неоднократно, значит, ОВД Бабушкинское, что это не является достоверным, что все экспертизы, которые проведены следственным комитетом, не подтверждают принадлежность останков именно к этому человеку, что, как бы, и никакой экспертизы ДНК не проведено. То есть, ну, труп не идентифицирован. Несмотря на это, значит, как бы, вот до сих пор у нас постановление об отказе именно в связи с тем, что труп опознан как господин Пушкарев, как собственник этого дома. Значит, ОВД Болшева отказала в связи с тем, что не имеет возможности в розыске его родственников либо каких-то лиц, которые могут быть, как бы, образцы ДНК с которыми могут быть слечены именно вот с вот этими останками. Значит, следственный комитет, проводя свою проверку, очень долго нам не давал ознакомиться с материалами проверки. Но это уже после вы пошли, когда узнали вообще, что происходит, наверное, да? Нет. Давайте я себе просто скажу, смотрите, давайте отметим сразу, отметим первую странность в этой истории. Первый странный момент. Это то, что после пожара не был обнаружен труп. И пришлось давить на МЧС, давить на пожарных наших. И только через 10 дней они приехали, и они его нашли. Я вот даже не знаю, часто ли такое бывает. Мне кажется... Что должностное лицо сказала МЧС? На вас потом еще. А, да, когда мы написали этот факт с жалобой, что мы неоднократно обращались, что, как бы, вот у нас имеется телефонная запись, разговор с пожарным зазнавателем о том, что он говорит, что не будут они повторно выходить, что уже несколько бригад искало, что у него есть там какие-то сведения, я не знаю, ну, каким документом они оформлены. А когда мы это все написали, и написали о том, что вот когда они выходили 25-го числа, вот уже непосредственно на розыск, там был, значит, такой документ, ну, тоже не сразу нам, конечно, пожарные службы дали ознакомиться со всеми материалами проверки, тоже мы достаточно долго добивались. И когда мы стали уже знакомиться с этим делом, для нас был очень непонятный факт того, что 25-го числа наш сосед якобы обратился в пожарную часть, насколько я помню, 80-ю, где-то около 3-х часов сообщив, что в доме Чехова семя, возможно, труп после пожара, так как он длительное время, он не появлялся и никто не знает, где он есть. И тут же пожарная бригада спустя полчаса была у нас на месте и спустя там буквально 15-20 минут обнаружила труп. Мы написали, что этот документ является подложным, так как вот наш сосед Иван Черенцов никому не обращался, как бы он это подтверждает, он просто присутствовал на месте для того, чтобы открыть калитку, как бы вот через наш участок пропустить вот эту пожарную бригаду. А что нам, как бы, пожарный дознаватель пригрозил там калеветой? Значит, пожарные то ли не хотели искать его в сгоревшем доме, то ли не были заинтересованы в том, чтобы его искать, но как бы мы отмечаем такой момент, что только через 10 дней вдруг засуетились и нашли его останки, скажем так, на этом попелище. Определили ли причину возгорания? Нет, причину возгорания не определили, как бы и это все, именно и розыск вот этого трупа взаимосвязан, потому что, когда вышла повторная бригада 25-го числа, в помещении, где вот изначально был очаг возгорания, было обрушение кровли, которые также частично обрушали сами пожарные там в цельной безопасности, ну, я не знаю, или там у них положено, это помещение было завалено, там были, значит, балки перекрытия, листы кровельного железа, и когда вот они это все расчищали для того, чтобы, ну, видимо, там как-то территорию-то осматривали, или что, они выбрасывали, и все, у него там два окна как раз в этой комнате выходят в огород, и они вот выбрасывали непосредственно, как строительный материал там, все в этот огород. Позже мы обнаружили, значит, там электрический обогреватель со следами как оплавления, то есть что он якобы был в пожаре, вот, и, ну, так как мы не ходили к нему на участок, просто потом чисто случайно обнаружилось, что так же, видимо, были выброшены, потому что там застряли между вот этими балками, газовый баллон бытовой, ну, где-то приблизительно пятилитровый, и какой-то агрегат, я не знаю, это горелка, или это плита, то есть, ну, мы знаем с вами, а мы знаем с вами, что, судя по всему, ему отключили магистральный газ. Когда мы начали разбираться в этой ситуации, оказалось, что он был накануне отключен от газоснабжения за какие-то нарушения, ну, тоже вроде как непонятно, потому что газовая служба нам не ответила на наши запросы, сказав, что мы не можем получить такую информацию только по решению, там, правоохранительных органов или бы суда, ну, мы знаем, вот, операционистка сообщила, что у него было нарушение накануне, или газовой разводки, или газового, там, какого-то обслуживания, предположительно, он был отключен от газа, так как в сентябре месяце было уже достаточно прохладно, мы предполагаем, что этот человек обогревался, скорее всего, вот этими агрегатами, я не знаю, там, газовой горелкой, скажем так, или вот электрическим, нет, просто электрический обогреватель присутствует и газовое оборудование, то есть оно не было нигде не зафиксировано, ни в одном документе, который был направлен в воспитательно-пожарную лабораторию для выявления причин пожара, как бы мы писали об этом, на что получили ответ, что все материалы направлены в Следственный комитет, и, значит, пожарный надзор нашим этим вопросом больше не занимается, был получен акт как раз пожарной, вот, испытательно-пожарной лаборатории, где не установлена причина пожара, также не был изучен вопрос, вот именно отключения этого газа, как было отключено, либо он там был отрезан путем, ну вот, отключение непосредственно от коммуникации, либо просто были навешаны на все его газовые приборы, пломбы, что он не мог ими пользоваться, мог ли он вообще самостоятельно как-то подключиться. Накануне у него работали рабочие, которые возводили дымоотвод, трубу дымоотвода на крыше, то есть, ну, мы это видели, работали там в ангарке, и, в принципе, есть объяснение там этого работника, что они осуществляли действительно эти работы, то есть, никакой из этих моментов не был, ну, я считаю, что все-таки он является одноополагающим для определения именно вот причин пожара, то есть, пожарный просто пришел, пофотографировал, что он увидел, опросил соседей, которые сказали, что да, видели, что было возгорание там, именно с дома вот Пушкарева семья, а это все зафиксировано, отправлено, и не более того, то есть, ни газовую службу он не запрашивал, как бы, ни вот эти предметы более детально, причем, насколько я знаю, что согласно закону о пожарной безопасности, входит в обязанности тех сотрудников, которые прибывают на пожар, сохранение вещественных доказательств, ну, и первое, первостепенное, это розыск возможных людей при пожаре, как бы, осуществление их, там, безопасной эвакуации, или розыск возможных, там, людей, которые пострадали или погибли. Ну, ладно, это все странности такие, как бы, мы можем эти странности, в каком-то смысле, списать на халатность наших пожарных служб, еще на что-то там, да? Тоже погиб в огне в сентябре прошлого года, на улице Чехова, дом 7, и почему этот человек погиб? Был ли он убит, и следы этого преступления попытались скрыть с помощью пожара, или же он просто не успел покинуть помещение? Ответ на этот вопрос мы не узнаем, именно благодаря бездействию и халатности пожарных города Королев. Очень странно, а очень странного их поведения, потому что труп погибшего был ими обнаружен спустя 10 дней. Несмотря на то, что в первый же день, в день, в ночь пожара, вернее, им говорили о том, что там, в доме, находился человек. Вот результаты экспертизы, которая говорит о том, что это неизвестный человек, то есть определить его личность уже практически невозможно или очень сложно, только с помощью ДНК. Невозможно определить, был ли он убит, или же погиб в результате несчастного случая, а также невозможно даже определить, был ли он в состоянии алкогольного опьянения, средней тяжести, или сильного алкогольного опьянения, потому что этиловый спирт, который там обнаружен в его останках, уже может быть результатом гнилостных процессов. Я пообщался, видимо, с единственным другом Андрея Пушкарева, который мне подтвердил, что никогда не слышал ни о каких его родственников, но это не факт, что их на самом деле нет. И в конце этого видео мы обратимся к людям, возможно, кто-то знает его родственников, знает кого-то из дальних родственников его семьи. Андрей Пушкарев, по словам его друга, был закрытым человеком, был пристрастен к алкоголю, но не являлся маргинальным элементом, не валялся по подворотням. То, что он выпивал, подтвердили и соседи, вернее, жители соседнего дома, тоже сгоревшего. Знаете, мы его так, он нас не беспокоил, так сказать, что он прям там вуянил или как-то. Нет, было слышно, что он находится там. Он очень редко выходил, мы его практически не видели. Так он здесь и выходил, только в магазин, и возвращался обратно. Нам никаких, грубо говоря, холопот не доставлял. То есть, вел себя адекватно, там, пьяный мы его не видели, хотя вот накануне, есть, по-моему, 12 сентября, есть протокол о том, что местные органы его где-то задержали. Утро в нетрезвом виде, как бы, есть этот, ну, вот протокол, что как бы он там в нетрезвом виде, в каком-то общественном месте здесь на соседней улице появился. Ну, как бы, ну, А вы его видели в тот день? Какой? Ну, в день пожара. Нет, не видели, как бы, моя мама выходила, в 10 часов она сказала, что у него вот там в комнате, как раз, где его нашли, горел свет, ну, вот уже, как бы, вечером было, и, как бы, ну, вот, ему лично не видели. Да мы, честно говоря, никогда к нему не приглядывались, как бы, у нас забор, ну, там, слышно кто-то, когда он находится там и прочее, то есть там заглядывательный как-то там с ним, ну, он ни с кем не учился. Какие-то еще люди появлялись? За неделю до этого слышно было, какой-то друг к нему приезжал, то ли друг, может, то ли родственник, ну, кто-то был у него, я слышала второй мужской голос, как они беседовали, да, он там, видимо, у него не один день был. Ну, разговор спокойный был или что-то? Нет, спокойный, да, больше дружеский такой, и было предложение выпить, вот так. То есть хозяин дома предлагал этому другу садись со мной, давай. У вас хорошая слышимость. Такое. Ну, это... Ну, да. Мы очень близко находимся, да, Боров? Ну, это совершенно не значит, что Пушкарев погиб из-за того, что, например, любил пригубить, скажем так. Невозможно исключать варианта, что Пушкарев, совсем недавно вступивший в наследство, с кем-то познакомился. Человек получил информацию о том, что он одинокий, о том, что он является владельцем квартиры в Москве. Эту информацию передал заинтересованным лицам, а впоследствии, ночью, во время совместного распития спиртных напитков, Пушкареву можно было что-то подмешать в алкоголь и, собственно говоря, сжечь его вместе с его домом. Такой вариант не исключен. Давайте перейдем, наверное, к этой цепочке странностей. Скажем, о самой главной странности. Оказывается, люди, погибшие на пожаре через полгода после того, как они умерли, продают свои квартиры. И не просто продают свои квартиры, а еще и по доверенности. То есть, еще и оформляют доверенность на право продажи своей квартиры. Ну, это уже что-то из разряда, наверное, какой-то адской фантастики и триллеров, и фильмов ужасов. Потому что как вот это вы узнали? И что об этом можно сказать? Квартира на улице Минжинского, насколько я знаю. Да, это двухкомнатная квартира в четырехэтажном доме на улице Минжинского в районе Бабушкинского. Значит, как мы об этом узнали? В связи с тем, что мы неоднократно писали запросы на ознакомление с материалами проверки в Следственном комитете, не получали вообще никакой реакции. Следователь Баландин, который изначально вел это дело, назначил день ознакомления после неоднократных жалоб, тогда, когда он был уже уволен. Я приехала, мне сказали, извините, извините, что данный сотрудник у нас больше не работает. Я говорю, как-то вот он не сегодня, в 11 часов назначил время на ознакомление, причем сам накануне, в пятницу, предположим, я не помню, какой день. Следующая странность, прям просто, их очень много, слишком много странностей. Естественно, сделал меня в этот день никто не ознакомил, потому что сотрудник уволился, дела непонятно у кого, руководства нет, там были все временные исполняющие, руководство отсутствовало по каким-то причинам. Мы начали писать еще запрос, опять тишина, и стали как бы попутно уже, понимая, что и причина пожара у нас непонятная, как бы, и вроде бы как виновник у нас непонятно, живой, неживой, мы стали как бы потихоньку пытаться сами какие-то вещи разузнать. То есть, вообще, когда вот непосредственно случился пожар, мы не знали, как зовут у нами, что сосед там Андрей. То есть, с него не дали никакие, не знали фамилии, ничего. Тем более, он недавно появился, там же мама жила его. Ну, мама жила, он приезжал там периодически к ней на выходные. А после смерти поселился там, да? Он уже там поселился, да. Нам пришло, значит, по машине, которая у него сгорела в гараже по номерам, как-то выяснять его личность, место прописки, мы как раз съездили вот по этому адресу Минжинского, по домофону позвонили соседям. Соседи сказали, что он не проживал там, что он проживал вот на Адлаче в Королеве, туда только заезжал там за какими-то вещами. Это вот как раз, когда мы пытались разобраться, все-таки, ну, сгорел он или, как говорили пожарные, что, может быть, он испугался и куда-то убежал. Убежал выписывать доверенность на продажу квартиры. Ну, человек куда мог убежать, наверное, если у него есть другое жилье, там, в квартиру, ну, там, мало ли, как бы, пытались его как-то своими силами найти. Когда уже мы поняли, что все-таки, как бы, его нигде нет, мы им подали изъявление на розыск. Вот как раз в УВД Бабушкинской в нашу УВД Королеву получили отличные отказы. Я говорю, очень нас удивил отказ в УВД Бабушкинской, где написано, что труп опознан. Как только получили... А, все-таки опознан. Да, вот постановление об отказе есть господин Тацитов в УВД Бабушкинской написал... Тацитов? Тацитов, да. Написал нам, значит, что розыск меселесообразен, потому что труп при пожаре опознан, как Пушкарев. Ну, и, значит, тут же следственный комитет покажите нам, ну, наверное, какими-то сведениями располагает господин Тацитов. Мы, может быть, о них не знаем. Опять никакого ознакомления, ничего. Мы пишем, пишем, пишем. Сделаем мы до сих пор. Вот уже будет 16 сентября будет год. Сделаем мы до сих пор не ознакомлены никаким вообще образом. Писали там же мы и в УВД Бабушкинской, и в Наши, что, так как человек одинокий, проверьте, пожалуйста, его недвижимость, потому что, ну, кто-то к нему приезжал, мы предполагали, с учетом того, что он периодически там выпивал, предполагали, что, может быть, его там, за счет того, что он недавно получил в наследство вот именно эту квартиру и участок с домом, и участок там, вроде, в городе Александрове, что, как бы, из-за вот этого его наследства может быть какая-то криминальная составляющая его смерти. Ну, сейчас поговорим об этом, конечно. Да, на что он, конечно, нам следственный комитет ответил, что материалы, что наш запрос приобщен к материалам, просили мы запросить там и выписки, как бы, имеется ли вообще его имущество, либо просто кто-то его заставил там переписать, ну, грубо говоря, убил его и поджег, потому что, ну, такую версию, насколько мы знаем, просто, ну, никто не озвучивал, там, не рассматривал. Наши королевские написали, что они выезжали в адрес, но никто им дверь не открыл, при этом не удосужились ни опросить ни соседей, как бы, никого, ни выйти сюда, допустим, вот где случился пожар, у него там в сарае какие-то личные вещи, ну, там могли остаться в хозяйственных постройках, ну, для того, для тех же изъятия материалов, там, для того же проведения ДНК. Насколько я знаю, что только вот недавно абсолютно начали они в следственный комитет непосредственно заниматься вопросом его родственников, в частности, узнав лично от нас, что у него недавно умерла, ну, вот как раз год назад умерла мать, они пытаются там найти место ее захоронения и узнать вообще, было ли вскрытие посмертное ее, забирались ли какие-то там материалы и прочее, ну, вот мы сообщали, что у него есть бывшая жена, как бы просили, ну, истребуйте там какие-то данные, там, из ЗАГСа, там, каких-то родственников, я не знаю, там, может быть, кто-то на алименты там подавал, ну, всякое в жизни же, возможно, там, я не знаю, но получаем один и тот же ответ везде, что родственников у него нет, хотя о том, что у него отсутствуют живые родственники, по всей видимости, все структуры знают только из наших запросов, что мы именно об этом указываем и не более того. Я так понимаю, что всю работу за следственные органы вы сами провели, а те факты, которые вы предоставили, следственный комитет в полицию, в общем-то, фактически от вас, как бы, отстранились. Итак, какой же мы можем из этого всего сделать вывод? Скорее всего, в этой истории замешаны правоохранительные органы, но если пожарных, их действия можно списать на простую их халатность очередную, то вот действия полиции в отказе в возбуждении уголовного дела явно неправомерны. Просто в рядах полиции не нашлось такого человека, который нашелся в Следственном комитете. Это Дмитрий Юрьевич Добровольский, который из главка был там временно переведен в мытический отдел Следственного комитета. Там в мытическом отделе пытались сдать это дело просто в архив, тоже отказали в праве его проведения, однако Дмитрий Юрьевич Добровольский это пресек. Вот что он пишет в своем документе об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о возвращении материалов для дополнительной проверки, а было это еще 13 марта 2020 года. Изучением материалов проверки установлено, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела принято необоснованно и преждевременно без выполнения комплекса процессуальных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Так, до настоящего времени не установлена личность неизвестного мужчины, труп которого был обнаружен в сгоревшем доме, при этом в материалах проверки отсутствует поручение в отдел уголовного розыска УМВД России по городу Королев о представлении сведений о проведенной работе. Молекулярно-генетическая судебная экспертиза не назначена и не проведена. Круг предполагаемых родственников погибшего не установлен. Имеются сведения о принадлежности указанного жилого дома Пушкареву Андрею Владимировичу. Кроме того, до настоящего времени не установлена причина возгорания, не рассмотрена версия о виновности самого погибшего в возгорании, которое привело к уничтожению чужого имущества. Учитывая, что данные указания не исполнены, а решение принято без проведения каких-либо проверочных мероприятий, решение следователя подлежит отмене как преждевременное и необоснованное. Тем временем, в мае, в разгар пандемии, когда мы все передвигались по специальным пропускам в Москве, все практически было закрыто, не работало, Пушкарев продает свою квартиру. Причем, как удалось установить из достоверных источников, делает это по доверенности. Покупает квартиру гражданка Н. Мы знаем ее имя, фамилию, отчество, где она работает, но, конечно, не будем это разглашать, хотя такая информация в редакции Честного Королева имеется. Сообщили о том, что это ее не первая недвижимость уже за последние четыре года в Москве, что по данным ДВНДФЛ, которые нам удалось как бы проанализировать, у нее нет достаточного дохода для приобретения такого количества имущества, что вроде бы никакие дополнительные доходы она не заявляет от сдачи в аренду или там может у нее акции какие-нибудь там. А что нам пообещали, что вызовут эту гражданку, значит, что возобновят проверку, которая, наверное, на этот момент уже была прекращена, что значит опросит ее, запросит там документы на основании чего она завладела, но, к сожалению, это все осталось на уровне обещаний, потому что сейчас вот уже сентябрь месяц, ее никто не опрашивал в Следственном комитете, мы и жалобы неоднократно писали, что как бы вот нам стало известно возможный факт мошенничества, что Следственный комитет говорит, что как бы это не их компетенция, они занимаются исключительно трупом, обнаруженным при пожаре, но, однако, никому дальше никаких поручений вот с этого момента, как вот с Иуни месяца, грубо говоря, то есть ни в УВД бабушкинской они не обратились для какого-то содействия, либо для самостоятельной проведения проверки по факту завладения вот этим имуществом, может быть вполне вероятно, что и живой человек просто скрывается и продает свою недвижимость, ну, как бы мы же не можем на 100% утверждать, что он там погиб, в общем, никаких мероприятий в этом направлении не было проведено и не проводится, вот я была 8 сентября на приеме у начальника Следственного комитета Ломатищева Ивашкина, как бы следователь, который ведет наше дело Дмитрий Юрьевич Куров мне сообщил, что им составлен рапорт о выделении отдельного производства по факту мошенничества 2 сентября, но материалы еще в ВВД Бабушкинской им не направлены, может быть просто они ждут когда сроки проверят как раз да, я озвучила этот, мы сообщали неоднократно и письменно о том, что эта квартира выслена повторно на продажу, что какой-то добросовестный сейчас покупатель, купит эту квартиру как бы с непонятной историей никаких действий в этом вообще тишина никто ничего не проводит в этом деле проверку да, как бы поинтересовались что неужели вы действительно там затягиваете все это потому что ну все упирается непосредственно в опознании этого неустановленного трупа то есть если это действительно Пушкарев значит дальнейшая продажа квартиры в 2020 году это уже мошеннические действия если это труп не Пушкарева то вполне вероятно что как бы собственник просто в его доме обнаружен труп и надо задавать вопрос собственнику кто мог быть там в этот момент и в этом доме или как и где Пушкарев тогда живой да просто где вот он наследный комитет не заинтересован в допросе этой дамы которая говорит что она его видела да не запрашивает нотариуса который выдавая доверенность лично должен был удостоверить подпись этого Пушкарева то есть как бы не истребует документы в госреестре на основании чего проведена сделка этот вопрос для них удостоверить личность вообще никак то есть если действительно Пушкарев приходил к нотариусу значит ну почему вы трупы познаете как Пушкарева и пытаетесь какие-то там его родственников найти для чего если он живой ну для чего тогда вся эта работа непонятно я поговорил с гражданкой Н которая купила квартиру Пушкарева в мае месяце спросил как это происходило потому что судя по всему она является единственным человеком который действительно видел живого Пушкарева после пожара или же возможно человека который выдает себя за Пушкарева может быть ни того ни другого она не видела является просто подставным лицом и рассказывает какую-то легенду ну которую ее научили говорить вот этот разговор у него у него были я обратила внимание у него были замшевые ботинки но не знаю насколько они дорогие или дешевые вариант голубая куртка он седой но во-первых это был ма месяц мы были в маевках поэтому я его около лица и не видела а то есть он был в маске был в маске да худощавенький такой седоватый седоватый а седой а примерно можно хотя бы вот рост сказать его как вот на ваш взгляд рост какой был вы понимаете мой рост метр пятьдесят два а теперь определите что для меня все люди высокие а какие-то особенности вообще были вот вы заметили может быть этого человека какие могут быть ну я не знаю может он хромает может он картавит нет 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 я с ним так близко не общалась может какие-то буквы не выговаривать например во время разговора я с ним близко так не общалась я понял а он каким образом продавал квартиру по доверенности или сам сам а как же он подавит если он сам пришел сбербанк сам пришел сбербанк а вообще вот изначально оставлял ли он какой-то свой номер телефона с какого он вам звонил то есть это у вас был агент недвижимости который с ним кто с ним контактировал там девушка какая-то с ним была можете сказать какое работало агентство недвижимости мы попробуем там найти сотрудника который близко с ним общался и можно было бы точно подтвердить жив этот человек или кто-то выдает себя запуск то есть вы не можете сказать агентство недвижимости которое работало с вами это через знакомых во первых мне кто-то позвонил и говорит что есть хороший вариант под снос дом то есть скажите вы когда в его квартире были там были вещи там не было и эту квартиру походу он сдавал потому что в одной комнате висел ломбарный замок но уже замка то не было он рядом на столе лежал но были такие скобы на дверях скажите а были какие-то фотографии личные вещи что-то вообще ничего все пусто было там по-моему с сентября вообще никто не жил или там с какого-то но с прошлого года там никто не жил квартира была пустая во-первых задолженность по квартплате воняло очень а то есть это такое санитарное состояние квартиры было плохое ужасное ужасное даже можно да характеризовать не было ли у вас подозрения что может быть человек находится ну скажем так не совсем адекватном состоянии может быть он не было нет он же подписывал все бумаги он разговаривал в сбербанке кто там с нами заключал сделку он же был меняемый скажите деньги переводились куда-то на его счет на карту или как они передавались ячейка через ячейку наличными да можно мне связаться с тем человеком который вас вывел на Андрея Пускарева нет скажите пожалуйста я практику в сбербанк посмотрите все видеокамеры видео я понял это конечно документы и все фазеты а можете сказать какое отделение сбербанка чтобы вот не было проще потому что сбербанк огромный на бабушкинской на бабушкинской прям возле метро или где там адрес какой-то есть не помните не помните адрес не помню около метро около метро а скажите сейчас вот квартира вашей собственности находится я ее продала а почему вы продали там не смогли сделать ремонт а я должна вам объяснять почему нет не обязательно связывались с вами правоохранительные органы по поводу этой сделки а какие именно следственные органы с вами связывались вы не помните и каким образом вас вызывали лично они нет то есть по телефону задавали вопросы я понял вас почему я должна тратить свое время для того чтобы понимать я встретилась с человеком с Сбербанком вот как раз да да я как раз и спрашиваю понимаете если они вас вызвали бы повесткой то вы обязаны были явиться дать показания таким образом вы показания следственным органам не давали это тоже очень важный момент в России вы можете обратиться в Сбербанк снять все видеокамеры посмотреть что там было посмотреть на его лицо почему здесь я я могу покупать какую-то вещь я же сейчас вам ничего не говорю меня как раз сейчас интересует понимаете действия непосредственно следственных органов потому что это тоже очень интересный вопрос то есть они вас повесткой не вызывали и не опрашивали обращайтесь к ним ну если они будут доступны моему пониманию конечно буду понимать почему нет ну вот сейчас мне просто надо бы понять как получить больше зарплату как пережить если будет вторая коронавируса этого я также через знакомых нашла хороший вариант был коронавирус вообще все было глухо я встретилась в Сбербанке сделали мы сделку посмотрели документы все в порядке мы сказали все в порядке я подписалась в Сбербанке все заключили мы договор подписали вложили ячейку все это через регистрацию сдали документы все получили эти документы я получила документы человек пришел там получил ячейки у него был доступ к этим деньгам я его даже все больше я его не видела вот я его не видела высокий худощавый седой все что я могу сказать а примерно возраст вы не можете определить нет он был на пол лица как можно определить по глазам видела гражданка Н. Пушкарева или человека выдающего себя за Пушкарева или не видела никого в этом конечно мы не сможем разобраться нам она ничего не скажет этим должны заниматься правоохранительные органы однако их это не интересует до сих пор в любом случае квартира Андрея Пушкарева снова продана то есть по ней уже совершено в короткий срок две сделки купли-продажи и хочется сказать о том что есть один важный момент у Андрея Пушкарева была одна особенность которую невозможно не заметить при встрече с ним это подтверждают его соседи и человек который его знал соответственно гражданка Н не увидела этого и это странно это происходит в нашей жизни и отрицать такой вариант с такими странностями которые у вас произошли совершенно нельзя поэтому и возможно следственный комитет поэтому возможно и полиция вот так вот странно реагируют на эту историю когда вы уже сами за них работаете приносите им вот эти факты посмотрите это же странно посмотрите что происходит смотрят и не видят просто этому должно быть какое-то объяснение я не знаю может быть Николай сможет сказать почему так реагируют у нас следственные органы прокуратура ну как общий развал системы и должностные лица ненадлежащие проводят проверки но общий развал плохая плохая пригодность данных лиц очень многое сейчас скатывается на так называемую бюрократию много отписок готовится и подбор реальной работы сотрудников для реальной работы практически не ведется все уходит в бюрократию в составление каких-либо бумажек тоннами для вышестоящего начальства а не реальные показатели работы вот и все и это везде система так завинчена от судов заканчивал последним там следователем дознавателем в том числе участковым которые бытовых им занимаются наши участковые заинтересованность не заниматься этим делом вот как у нас говорится спускать на тормозах конечно могут а как пробить вот это все как вот собственно говоря людям ну я так понимаю вы уже хотите понять что же на самом деле произошло ну очень хотелось бы все-таки понять череду этих странностей вот как все-таки людям заставить следственный комитет например поработать немножко следственный следственный комитет фсб написать у нас один такой уже я могу точно сказать сейчас один исследователь краевского отдела который оставался буквально до расформирования сараев он например с таким видом кстати вот такими же моментами с таким же отношением к делу проведением вообще работы вел себя знаете насколько по какой статье он пошел уголовно возбужденный получение взятки 1 миллион 200 и сейчас все дела которые дела и материалы проверки которые сейчас на то это велись им на тот момент сейчас они пересматриваются он мог быть заинтересован на других делах и заведомо неправосудное решение вы тогда скажите вот сейчас вообще что происходит и какие-то подвижки есть и чего вы ждете ну вот абсолютно грубо говоря никаких продвижений с этой стороны нет мы самое интересное жалуемся на действие бездействия сотрудников следственного комитета мытищи непосредственно просили провести служебную проверку у следственного комитета Московской области в отношении значит ну получается ранее уволенных это вот следователя Баландина заместителя Добровольского и сейчас вот следователя который занимается Куровым следственный комитет Московской области отправляет в следственный комитет мытищи просто не рассмотрев жалобу по существу а просто направляет ее на исполнение и в ответ на эту жалобу сам следователь в отношении которого мы просим провести служебную проверку и дать оценку его действиям или бездействию отвечает мне не за подпись у начальника следственного отдела просто за свои подписи он мне отвечает что сам себя проверил никаких у него там нарушений ничего нет вот мы наверное может быть в конце как это покажем там запрос ответ ну потому что это просто вот смех пишем жалобу где рассказываем про все что начинает пожарные вот этой вот истории о том что не определенная причина пожара что дайте указание того чтобы была проведена повторная экспертиза вообще тишина значит проведите по статье 159 дайте указание чтобы там бабушкинские проявили ну вот сейчас как-то вот зашевелились видимо наверное им надоело мое личное присутствие там каждую неделю я кстати удивляюсь вот вашей настойчивости это просто вот столько времени потратить писать ездить постоянно они наверное уже видят вас уже наверное их в дрожь бросает ну в дрожь их не бросает потому что их оказывается постоянно нет удивительным образом вот абсолютно недавно была очень смешная ситуация как бы я был ну собиралась мыть ищи и знаю что у меня там будет час времени между своими делами я позвонила если телефон который в следственном комитете отвечает это телефон охранника так вот на минуточку как бы ни один следователь ни вот до секретаря вот так чтобы вот взять и позвонить ты дозвонилась и невозможно раньше я звонила через телефон горячей линии оставляла жалобу что я не могу связаться со следователем на протяжении нескольких недель оставляя ему постоянно там записочки что прошу связаться там с такой-то такой-то тишина была и вот только после неоднократных моих жалоб и звонков значит на горячей линии управления вот следователь со мной связывался ну и вот я в очередной раз позвонила охраннику он мне сказал что следователя нет и возможно не будет я за 20 минут с Королева до Матиш доезжаю в следственный комитет так как должна была очередную бумажку подать и была записана к руководству на прием и в коридоре меня встречает следователь которого вроде нет и не будет замечательно это замечательно и кстати запрещено закону отправлять материалы для подготовки ответа тому должностному лицу действия которого обжалуются написали в нашу прокуратуру такой же запрос что проверьте материалы этот проверьте проверьте работу следователя действия его или бездействия там получили чудесный ответ что жалоба перенаправлена в следственный отдел следственный комитет в городе Матиш для меня вот лично на сегодняшний момент по кругу пошло на сегодняшний момент так же как и управление следственного комитета отправляет нашу жалобу в следственный комитет Матиш так же как и управление ОВД по СВАУ отправляет в ОВД Бабушкинское для меня например стало большим открытием что высостоящее руководство работает в качестве голубиной почты ну извините мне проще тогда напрямую подавать эти запросы а не ждать месяц на какую-то банальную отписку ну это вот еще называется футбол да вот они друг друга просто они перепасовывают и на это все вот и сейчас я вот дополню просто вот последнее постановление которое мы получили на свой личный запрос по проведению проверки в отношении этой квартиры тоже нас поверг немножко в шок после того как якобы труп опознан значит постановление в отказе сейчас я вот даже зачитаю значит осуществлялся выход по адресу с целью опроса жильцов но по прибытии дверь никто не открывался с чем не представилась возможность опросить оказывается мы вместо проведения проверки по 159 статье что возможно мошенничество просто попросили сходить в гости не истребовать документы которых мы писали в госреестре не провести подчерковедческую экспертизу не опросить нотариуса никому просто попросили сходить в гости что они добросовестно выполнили ну тоже давайте заканчивать будем уже эту историю я надеюсь а я во первых хочу сказать что мы от честного королева конечно же направим и руководителям следственного комитета и руководителям министерства внутренних дел все эти материалы по журналистскому запросу чтобы они с такого может быть уровня смогли бы воздействовать и в этой ситуации разобраться потому что мы имеем странную материальную доверенность которая возможно выписана уже на погибшего человека распродается его имущество и причем оно тут же перекупается дальше для того чтобы легализовать его очень странная смерть человека в пожаре причем до сих пор непонятно кто погиб мы подозреваем что скорее всего это Андрей Пушкарев я хотел найти хотя бы фотографии этого человека но к сожалению видимо вообще от него ничего не осталось потому что разговаривал с его другом у него не было никаких страничек в соцсетях и фотографий тоже не осталось и если они наверное были в этой квартире на улице Минжинского то наверное это все выбросили в помойку и от человека от этого уже можно может быть и мы не узнаем даже как он и выглядел тем более что никаких родственников нет я хочу сказать только что ну в страшное время мы живем все равно потому что за квартиру за недвижимость людей могут убить и любого наверное из нас если мы будем одиноки жить там в какой-то одной своей квартире и у нас не будет родственников то вероятность того что что-то с нами произойдет нехорошее в России очень велика и к сожалению вероятность того что когда с нами это произойдет этим не будут заниматься правоохранительные органы тоже очень велика поэтому берегите себя следите за своими родными соседями но старайтесь обращать внимание на подобные вот дружить соседям нужно заводить соседи друзей они пусть за вами приглядывают приглядывают за теми кто постоянно сшивается в вашем дворе посторонние ибо в вашем подъезде сообщали вам об этом вот общие сведения если кодиноко проживающим людям начинает кто-то приходить часто записки старайтесь отслеживать этот момент наверное те случаи которые я знаю и это не из телевизора а реальные случаи которые произошли в жизни они говорят о том что ситуация связанная с недвижимостью она очень опасная до сих пор и мы все пинаем на 90-е годы но в 90-е годы это все действительно тоже процветало но там хотя бы правоохранительные органы с этим боролись а сейчас мы видим что правительные органы то ли они бездействуют то ли они покрывают преступников то ли они возможно в этом даже и участвуют на очень разных примерах и вот такой же странный случай произошел у нас в Королеве вам удачи терпения мы будем вам помогать и на Честном Королеве будем рассказывать что будет происходить дальше спасибо внимание редакция Честного Королева разыскивает родственников Пушкарева Андрея Владимировича родившегося 26 января 72 года проживавшего по улице Минжинского дом 28 корпус 1 его отец соответственно Пушкарев Владимир его мать Пушкарева Галина Васильевна в девичестве Фомичева Галина Васильевна также проживавшая на улице Минжинского дом 28 корпус 1 и в Королеве микрорайоне Первомайский на улице Чехова дом 7 также известно что у него была сестра она тоже уже умерла Фомичева Людмила Васильевна если кто-то знает что-то о родственниках этих людей сообщите пожалуйста в редакцию Честного Королева все контакты есть на сайте сайт Честный Королев распространите информацию спасибо